Привет! Эй, отребуарно! На одном из их последних стримов мой подписчик Владислав, через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил мне посмотреть ролик с канала Хима, который называется «Все ляпы английского дубляжа советского Винни-Пуха. Трудности перевода». Давайте посмотрим, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Сложно писать и делать что-либо из-за того, что сейчас происходит. Сконцентрироваться и не думать о происходящем — это что-то на грани фантастики. И всё же, давайте попробуем. Учитывая последние события, думаю, нам всем стоит вспомнить прошлое, хоть и не это. Винни-Пух — легендарный советский мультфильм. Наша адаптация сказки Алана Милна стала иконой отечественной анимации. И вечное сравнение с Америкой, кто бы мог подумать, связано с этой картиной тоже. Ведь люди часто проводят параллели между советским мультфильмом и американским. И, честно говоря, Параллелей-то никаких нет, только название. «Гиснеевская адаптация мне всегда нравилась больше». Она больше такая жизнерадостная. «На это мы сегодня говорим про советский мультфильм, а именно про его английскую версию. Да, как оказалось, в нашем Винни-Пуха есть английские дубляши-озвучка, что бы это ни было. Все три серии Пуха были переведены на английский. Непонятно только, кто это озвучивал, но да ладно. Начнем с того, что тут жесткие проблемы с липсингом. Ребята, ну... Я липсинг, думал через гайпиш. ...совсем не попадают. Хоть даже голос не подходит. Это просто какой-то чувак, который диктует какой-то текст. Не круто вообще. Мне кажется, это ни хера не это какого, не официально. К тому же, блядь, такой акцент. Как будто бы это русский переводит. Сами голоса персонажей не особо подходящие. Ваши ни разу. Винни-Пуха вы уже слышали. Но вот вам пятачок. Я еще один остался. Помнишь? Тогда... Тогда я подарю ему воздушный шар. У меня еще остался один. Зеленый, помнишь? Кто же кролик, тот просто имеет голос без дефекта, который был его изюминкой. И не совсем так орать. Не совсем. Я их первый раз прекрасно слышал. Кстати, есть непонятная вещь с русским дубляжом в этом моменте. Пух спрашивает, есть ли кто-то в доме. Кролик же несвойственным ему голосом кричит «нет». А потом мы слышим его тонкий голос. Ну-ка. Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет. Нет. И не совсем так орать. Так может быть из-за того, что типа он из... Как это называется? С глубины комнаты это говорит, поэтому там какое-нибудь эхо получилось. Или почему-нибудь такое слово. Почти все песенки Пуха и остальных в английской версии, на удивление, срифмованы. В ходе исполнения, конечно, подкачало. Ну тоже просто читает книгу, да? В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы опилки, но кричалки и в опилки. If I scratch my head, 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 that's not so bad, there's sadness in my head. Стоит ты... Хэт-хэт. Ха-ха-ха, охеренно. Блядь, элипма. Говорит, что акценты и интонации, ну, совершенно не учтены, и текст тупо читается с листика. Да, вот и я о том же, это как будто просто диктор какой-то. Нет ли у тебя случайно воздушного шара? Воздушного шара? Да. I wonder if you've got such a thing as a balloon about you. А balloon? Тех, элипсинг вообще ноль. Эх, ну что... Эх-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ. семь нет в оригинале и мы все знаем то лучше друг пятачка это випу ну да естественно а как раз накануне пятачок был в гостях у кролика и там ему подарили два прекрасных шарика синий и зеленый к тому же во второй серии зачем он добавлять есть пятачок с кроликом и вовсе ведут себя как незнакомцы кстати интересный факт на английском слова пух то есть пул читается как английское слово пул что означает испражнение это просто так теперь вам есть чем подумать спасибо большое теперь я об этом не забуду что в этой версии все фирменные фразы песни слова героев просто никакие какие ребята которые озвучивали мультфильм просто прочитали текст и все ну да таких вам иконных кажется дождь начинается уха просто какие-то нелепые слова без интонации и всего прочего когда пух находится на высоте вместе с пчелами он попутно общается с пятачком и для пятачка на русском сделали эффект отдаленности то время как на английском понятно как будто разговаривает рядом с ним на этого нет в серии вини пух идет в гости пух придумывает рифму к песенке на русском он произносит слово по утрам а потом говорит парам 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 кто ходит в гости по утрам кто ходит в гости по утрам шикарная рифма придумывает рифму и радуется этому на английском же нет никакой рифмы он просто говорит несвязанное слово а потом поет парам парам и в отличие от других моментов где нет рифмы а такие моменты есть тут просто момент на английском кажется нелепым и совсем непонятным почему пух решил спеть парам парам лукой завизит на море пылью пыль за визит и на море парам 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 эта хрень какая-то вообще реально типа никакой никакого смысла нет в этом и так в этой серии вини наедается 0 смысл кролика вот типа большинство типа людей которые делают ролики про трудности перевода сказали бы блять а он перевел это дословно так надо мне вот тут прям люто это раздражает типа переводите дословно нихуя не надо переводить дословно что за бред не всегда эти вот здесь дословно перевели отвратительные херняки больших как бы бессмысленная затем застревает проходе на английском в это время кролик начинает говорить голосом винни почему-то ребята даже не переслушали то что записали такое часто бывает серий на английском есть интересный момент многие из вас помнят мое знаменитое reflect в роликах по каролине так вот не помню я наверно не смотрел или посмотрел забыл тут есть что-то очень похожее ослик и а смотрит свое отражение воде и грустит в это время закадровый голос говорит стоит это лейк шор reflecting about surprises and the mysteries of life это в переводе означает он стоял у озера размышляя сюрпризах и тайнах жизни да я знаю что кто-то из вас уже понял английском используется слово reflect который имеет несколько значений размышлять или же отражать или отображать ослик я reflect то есть размышляет и при этом смотри отражая уже reflection то есть отражение двойной смысл на английском вот так вот так же английская звучит интересно как оказалось не так проста кстати насчет вывески перед ходом в дом пятачка на русском написано посторонним в на английском же озвучивают как trespassers w что приводится как правонарушители в гениаль вот опять тебе перевели дословно нормально где английском это незаконченная фраза полной версии звучит как trespassers will be про ладно хорошо окей или же нарушители будут наказаны ладно хорошо такая же по известности фраза все тогда без проблем тут я забираю слова брата как и наша посторонний вход воспрещен советские ребята адаптировали хорошо потому что в оригинальной книге была фраза trespassers will be prosecuted но на английском это надпись имеет и второе значение так звали дедушка пятачка trespassers will вот такая деталь ну и имя его trespassers пипец сравнению на английский русские мультфильмы переводят только если это маша и медведь другие произведения как например винни-пух переводят коряво есть еще и другие советские картины и который что если вы хотите чтобы я их разобрал давай пусть бегут неуклюже там тоже будет переведена страны лайки комментарии а еще пишите если хотите чтобы я разобрал русский дубляж американского винни-пуха можно ребят вы все знаете что происходит сейчас ситуация не самая лучшая я не знаю что будет с ютубом и всем этим делом поэтому подписывайтесь на мои социальные сети по свиньи и вообще всем большое спасибо за про видос интересно получилось и химия огромное спасибо было прикольненько послушать это вот такие говорю как уже говорил ролики про трудности перевода мне нравится где практически ну как бы в тему все говорят на ней растягивают ролик на полчаса каждый каждую мелочь блин выкидывают вытаскивают которые вообще никак не влияет ни на восприятие ни на чё остальное это такое меня раздражает здесь ролик хорошей вот поэтому спасибо большое химия спасибо большое вам подписчику за просьбу если вам понравилась реакция лайк подписка комментарии не забывайте прожимать бубенчики все интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока